Привет, друзья! С вами сегодня Азад, специально для канала InDubai. И сегодня я расскажу вам про легализацию документов для Арабских Эмиратов. Многие из вас спрашивают, что такое легализация, зачем она нужна, нужна ли она вообще, как ее сделать и вообще какие документы нужно легализовывать. По идее легализовать можно любой документ, который вы хотите, который вам будет необходим. Но в первую очередь, конечно же, это должен быть диплом, это должно быть свидетельство о браке. И если у вас есть дети, то это должны быть свидетельства о рождении на ваших детей. Мы с женой, когда собирались уехать в Дубае, к сожалению, мы решили не делать легализацию диплома. И теперь я считаю, что это было неправильное решение, то есть нам следовало это сделать, но, к сожалению, мы этого не сделали. Мы сделали легализацию только свидетельства о браке. Детей у нас нет, поэтому легализацию свидетельства о рождении на детей не нужно было нам делать. И сегодня я покажу вам на примере нашего свидетельства о браке, как мы сделали легализацию его для Арабских Эмиратов. Вот имеем стандартное обычное свидетельство о браке, которое вызвано в России, в обычном ЗАГСе. И, ну, все, наверное, кто замужем или женат, вас этой бумажкой не удивишь. Времени у нас и желания самим заниматься легализацией не было, поэтому я сразу полез в интернет искать фирму, которая занимается легализацией. В нашем городе, в Уфе, не было такой фирмы, и я нашел через интернет московскую фирму. Соответственно, вопрос стал в том, как отправить этот документ свидетельства о браке в Москву. Я, честно говоря, не стал рисковать, не хотелось его отправлять в Москву, именно оригинал свидетельства о браке, потому что уже до отъезда нам оставалось там пару месяцев, и, ну, как бы неприятно было бы потерять его, да. Поэтому что я сделал? Я пошел в переводческое бюро, которое было в Уфе, в нашем городе. Вот это свидетельство о браке, оригинальное. Я взял его. Бюро переводов есть в любом городе сейчас, в более-менее крупном. Оно есть. И пошел в переводческое бюро, и мне сделали вот такой вот нотариально заверенный перевод. Мне сделали? Вот так выглядит нотариально заверенный перевод свидетельства о браке. Вот оригинальное свидетельство, вот нотариально заверенный перевод Он состоит в нашем случае из трех листочков Первый листочек это просто ксерокопия оригинального свидетельства Второй листочек здесь уже идет перевод на английский язык свидетельства А на третьем листочке нотариус уже подтверждает, что этот перевод действительно И как вы видите здесь отметки нотариуса, что это копия Здесь тоже нотариус сделал свои пометки Здесь штамп нотариуса Здесь подпись нотариуса, печать нотариуса И здесь, как вы видите, вот эти три листочка Они прошнурованы Вот здесь ниточка Прошнурованы И, соответственно, написано Все пронумеровано, прошнуровано Три листа Это все делает нотариус Чтобы сделать нотариально заверенный перевод Вам не надо идти к учителю английского К репетитору, либо к подружке знакомому Чтобы они вам сделали А потом нести перевод к нотариусу Нет, ни в коем случае так я вам не рекомендую делать Обращайтесь в специализированные бюро переводов Их сейчас много Они есть в каждом более-менее крупном городе Просто пишите в интернете бюро переводов И когда вы придете в это бюро переводов Объясните, что вам нужен нотариально заверенный перевод Они, как правило, эти бюро переводов Они сотрудничают с нотариусами То есть вам не надо будет потом эту бумажку Забирать из бюро переводов И нести к нотариусу Нет То есть вы отдаете свидетельство о браке В бюро переводов И они уже сами его переводят И сразу же отдают нотариусу И сразу же вы уже получаете из этого бюро переводов Нотариально заверенный документ У нас это стоило Вот наше свидетельство о браке Я заплатил за это 600 рублей То есть мне сделали все от и до То есть это и ксерокопию И перевод И нотариальное заверение Всего обошлось в 600 рублей И по времени это заняло Насколько я помню Два рабочих дня То есть я просто пришел Отдал документы Заплатил деньги И через два дня пришел И забрал готовый После того, как мы получили Эти документы Нотариально заверенный перевод Теперь можно было их уже отправлять В Москву В фирму, которая занимается легализацией Консульской именно Я вам напомню, что я решил не рисковать Оригинальное свидетельство о браке Я не стал отправлять в Москву Я оставил его дома у себя А в Москву я отправил Через курьерскую службу Вот эти вот три листочка подшитые Нотариально заверенный перевод Соответственно, что произошло С моими документами в Москве В министерстве юстиции Поставили печать И приложили вот такой еще листочек Там заверили Подпись этого нотариуса Что это нотариус действительно Что он все сделал правильно Потом, после того, как это прошло В министерстве юстиции Вот видите, здесь уже куча штампиков Потом это пошло в министерство иностранных дел Вот печать министерства иностранных дел МИД России После этого Документы пошли Уже в посольство Эмиратов В России Которое находится в Москве Вот вы видите Посольство Эмиратов Поставило в Москве Вот они поставили такой штампик И две марочки наклеили Вот это все мне сделали в Москве Вот эту вот шнуровку красную Вот и вот эту печать Тоже все поставили в Москве Вот это все написали тоже в Москве Что прошито пронумерно уже 4 листа Вот все это мы получили в Москве Вот это все Заняло это две недели и заплатил я за это около 8 тысяч рублей Соответственно, после того, как документы были готовы, мне их, эта фирма обратно отправила курьерской службой Кстати, курьерскую службу я заказывал самостоятельно, они предлагали отправить мне DHL Но это показалось мне дорого, там чуть ли не 2000 рублей, поэтому я нашел другу курьерскую службу и они мне доставили за 400 рублей В принципе, вот в таком виде свидетельства о браке уже достаточно и оно может считаться официальным документом на территории Арабских Эмиратов Но когда мы обратились в иммигрейшн, это так здесь называется иммиграционная служба в Дубае Нам сказали, что этого недостаточно и попросили сделать аттестацию в Министерстве иностранных дел, который находится именно в Эмиратах, на территории Эмиратов И мне пришлось туда поехать и вот я такой вот штампик получил, такую наклеечку В принципе, это только формальность, то есть мне никаких больше документов не надо, никаких справок Я просто приехал вот с этими листочками, с этими бумажками, у меня было вот это все, у меня было уже Я приехал, сказал мне надо аттестейшн сделать Они сказали, хорошо, я заплатил 150 дирхам Они наклеили вот эту наклеечку, все это заняло у меня ровно 10 минут времени И, соответственно, я поехал обратно и все Теперь она у меня 100% действительно уже железная Уже никто не может придаться к этому свидетельству, к этой бумажке Вот и все Как легализовать диплом Нужно ли ехать в министерство образования Нужно ли какие-то еще документы дополнительные для министерства образования Этого я не знаю, к сожалению, потому что мы этого не сделали Сделайте это сами, обязательно легализуйте свой диплом, прежде чем ехать в Эмираты И если у вас есть дети, обязательно легализуйте свидетельство о рождении ваших детей Оно вам здесь тоже пригодится С вами был Азат, специально для проекта InDubai Я желаю вам успешного переезда Я желаю вам, чтобы у вас не было проблем с документами До скорых встреч, оставайтесь с нами, с проектом InDubai Подписывайтесь на канал, нажмите на эту кнопочку Пока-пока